Савва Иванович Мамонтов родился в 1841 году в Елуторовске, в Сибири. В 8 лет вместе с семьей мальчик переехал в Москву. Мамонтовы жили в съемном доме на Мещанской улице и ни в чем себе не отказывали благодаря доходу, который приносила деятельность главы семейства. Отец-купец один гильдии на тот момент заведовал губернским откупным хозяйством. Мать обустраивала быт и воспитывала наследников. Савва был третьим сыном из семи детей, включая два погибших сестер. В отличие от большинства купцов Мамонтов старший поощрял интерес к искусству, поэтому дети имели представление о театре, музыке и литературе. Взрослые в семье придерживались аристократических манер, что серьезно повлияло на мировоззрение Саввы. Мальчик занимался с гувернером, совершенствовал свои познания об этикете и изучал иностранные языки. Первым заведением, где он получал образование, стала городская гимназия. Затем Савву отправили в Институт корпуса гражданских инженеров в Санкт-Петербурге. В то время в России развивалось железнодорожное дело, а на сына имелись виды. Спустя два года Савва вернулся в Москву. Отец устроил его в столичный университет изучать юриспруденцию, в 1862 году отправил в Баку, погружая в профессиональную деятельность. Савва занимался торговыми процессами Закаспийского товарищества. Спустя пару месяцев молодой человек стал заведующим в центральном московском филиале компаний, а в 1864 уехал в Италию. Мамонтовы видели перспективы в поставках шелка, поэтому Савва предпринял поездку в Ломбардию. В Милане он посетил Ла Скала и познакомился с оперным театром. Оказавшись под впечатлением, Мамонтов начал брать уроки вокала. Дало о себе знать давнее увлечение театром. Савва посещал все премьеры и был знаком с представителями интеллигенции обеих столиц. Оказалось, что молодой человек обладает неплохим голосом. Его пригласили к участию в постановках Норма и Лукреция Борджа в партии Басса. Отец, узнав об этом, приказал вернуться в Москву. Никто из детей не интересовался предпринимательской деятельностью, поэтому на Савву возлагались большие надежды. В 1869 году Мамонтов-старший скончался и семейным делом стал управлять сын. Наследник сохранил состояние отца и увеличил его. В 1872 году он стал директором общества Московской Ярославской железной дороги, главным акционером которой являлся родитель. В распоряжении Савва была торговая контора по поставке строительных материалов. Понимая ответственность за дело семьи, он усердно работал. В 1875 году Мамонтов предложил проект для тендера по созданию Донецкой каменноугольной железной дороги. Несмотря на завышенную стоимость работ, предприниматель победил в конкурсе и создал общество акционеров «Донецкая дорога». Строительство шло быстро и ладно, появлялись новые вокзалы, организовывались развязки, возрождались станции, в столкновениях с непонятливыми крестьянами менялись трассы. Протяженность дороги составила 479 верст. Она стала самой разветвленной железнодорожной сеткой в мире. Вдохновленный успехом, Мамонтов планировал строительство морского порта в Мариуполе. Легкой удачей столь крупное предприятие не могло закончиться. Свою роль сыграла договоренность с Сергеем Витте, министром финансов. Государство выкупило Донецкую железную дорогу, а Витте предложил Мамонтову вложиться в убыточное предприятие в виде Невского механического завода. На модернизацию фабрики пришлось взять займ, который оказался больше допускаемого законом. Мамонтов рассчитывал вернуть долг за счет прибыли от строительства Петербургской вятской железной дороги. Концессия по проекту была обещана, голосование прошло успешно, но министр юстиции Николай Муравьев уличил Витте в корыстных происках. У Мамонтова отобрали концессию, а дела стали проверять аудиторы. В 1899 году предпринимателя посадили в тюрьму за присвоение 10 миллионов рублей. Акции Савва резко подешевели. После суда его признали невиновным, но состояние успело раствориться, репутация была разгромлена, а заслуги забыты. Разбитый Мамонтов не пытался поправить дело. Он замкнулся в себе и свободное время проводил в мастерской по изготовлению майолики. Коммерческая деятельность вдохновляла Мамонтова. Он видел перспективы в строительстве железной дороги через тундру, предвкушал возможности освоения земель. Чтобы презентовать проект императору Николаю II и Сергею Витте, в 1894 году на Нижегородской выставке Савва открыл павильон, посвященный богатству русского севера. В организации выставки участвовали художники Михаил Врубель и Константин Коровин. К реализации идей Мамонтов подходил с особым размахом. Поклонник оперы, драматического театра и живописи, он мечтал объединить эти направления искусства. Собранная Саввой частная оперная труппа состояла из талантливых вокалистов, актеров и художников. Мамонтову удалось создать уникальный проект, несмотря на критику общественности и знатоков. Он финансировал постановки, отвергнутые государственными театрами. Композиции Сергея Рахманинова, Модеста Мусоргского и Николая Римского-Корсакова звучали со сцены его театра. Партии исполняли Федор Шаляпин, Татьяна Любатович и другие талантливые солисты. Декорации создавали Исаак Левитан, Виктор Васнецов, Василий Суриков. Опера Мамонтова находилась в театре купца Солодовникова, но планировался ее переезд на специально отстроенную сцену в гостинице «Метрополь». Проект не был завершен из-за банкротства Мецената, а в 1904 году опера закрылась. Савва Мамонтов поддерживал теплые отношения с членами кружка «Мир искусства». По просьбе его представителей предприниматель финансировал выпуск одноименного журнала. Со свойственным размахом он наполнил издание работами приятелей, а основатели журнала поговаривали о неразборчивости покровителя. Вскоре Мамонтов перестал инвестировать в журнал. С 1899 года совместно с Саввой Морозовым он издавал газету «Народ», но проект оказался бесперспективным и не привлек публику. Савва также содействовал выпуску газеты «Россия». Архитектура интересовала предпринимателя не меньше. Он лелеял идею комплексной застройки и арендовал с партнерами на 25 лет квартал в Москве, чтобы создать комплекс с собственной инфраструктурой. Петербургское страховое общество участвовало в финансировании, но разорение не позволило довести план до реализации. На деньги Мамонтова построили гостиницу «Метрополь» и реконструировали Ярославский вокзал. Савва видел массу возможностей в объединении в градостроительных проектах искусства и практичности. Купленное у Сергея Аксакова поместье Абрамцева управленец увеличил и обогатил. Здесь появились школа, церковь, больница, сад и оранжерея, а также мост с плотиной. Литературно-художественный кружок из гостей усадьбы был известен широкой публике. В него входили художники, литераторы, скульпторы, архитекторы и музыканты. В Абрамцево собирались яркие и талантливые представители культурной жизни страны. Природа и усадьбы вдохновлялись, создавая здесь новые произведения. Портрет Веры Мамонтовой «Девочка с персиками» Валентина Серова стал символом этого места. После краха Савы все имущества, акции, дома, предприятия и коллекции предметов, искусства, арестовали и распродали. Дом в Абрамцево остался в семье, как собственность супруги. Супругой Савы Мамонтова стала Елизавета Сапожникова. Их знакомство состоялось во время первой поездки предпринимателя в Италию. Дочь успешного торговца Шелком оказалась идеальной партией, понравилась родителям Савы и ему самому. Вскоре состоялась свадьба. Жена родила Мамонтову пять детей. Первые буквы их имен вместе составляли имя отца. Сергей, Андрей, Всеволод, Вера и Александра, так звали наследников мецената. Елизавета была душой усадьбы. Женщина любила супруга, но многочисленные проекты Мамонтова давались ей непросто. Праздничные застолья, невероятные постановки и костюмированные катания по реке были затратны, хотя жена разделяла увлечения Савы. Благотворительность была ей по душе. С годами Елизавета все больше внимания уделяла вероисповеданию и с негодованием стала относиться к забавам мужа. В семье появились размолвки. Личную жизнь Мамонтова обсуждали завсегдатые Абрамцевы и завистники. Ходили слухи о связи благотворителя с актрисой Татьяной Любатович. Сплетни доносились до семьи Мамонтова и родные были шокированы их появлением. Елизавета Мамонтова стала затворницей в Абрамцево, а Савва потерял былую лихость и хорошее настроение. Он часто ссорился с друзьями и близкими. Возможно, эти перипетии повлияли на дальнейшее развитие событий. Биографы утверждают, что предприниматель стал рассеяние. Не отличаясь расчетливостью, он пропускал рискованные моменты в сделках. И это стало причиной банкротства. Последние годы жизни Савва Мамонтов провел в доме дочери. Жена не согласилась примириться с ним, но дети поддерживали общение. Внуки стали отрадой для бывшего предпринимателя. Он умер в 1918 году. Причиной смерти послужила пневмония. Забытый всеми покровитель был похоронен в Абрамцево. Эпоха революции сделала его смерть незаметной, а могила мецената так и не была увенчана памятником. Биография благотворителя насыщена событиями и совпадениями, поворотами судьбы и интересными фактами. О его жизни и деятельности сняты документальные фильмы Савва Иванович Мамонтов, Савва Мамонтов, «Взгляд с Елутеровской колокольни» и мини-сериал «Савва». Писатель Владислав Бахревский описал все коллизии и перипетии жизни Савва Мамонтова в одноименной книге.